всем всем привет с вами Клеопатра более двух недель на канале мало что происходило и связано это с тем что я находилась не только в другой стране но и на другом континенте если мы с вами сейчас посмотрим на наш огромный большой земной шар то увидим что здесь просто колоссальное количество возможностей для посещения новых мест и вот как раз таки одним из таких интересных мест я сегодня с вами и хотела бы поделиться показать вам и рассказать потому что думаю что далеко не каждый из вас был там где в этот раз оказалась я даже меня занесло в этот раз где же я находилась целых две недели ну что ж а прежде чем смотреть на маленькую карту давайте посмотрим на всю большую политическую карту чтобы примерно представлять о чем далее пойдет речь а речь и далее у нас пойдет о республике тунис государство небольшое которое находится в северной африке и вот как раз таки сейчас увидите контуры которыми и обведены все границы туниса но теперь представляя детально где находится данная страна можно посмотреть уже на более красивую карту от гугла с точки зрения не политики а с точки зрения географического положения данной страны тунис или как более грамотно говорить тунисская республика с одной стороны граничит с алжиром а с другой стороны с ливией большая часть населения в тунисе исповедует ислам интересной особенностью страны является то что если вы будете говорить на французском языке вас поймет практически каждый а вот с английским здесь дела обстоят гораздо иначе и связано это с тем что до середины 20 века а точнее до 1956 года тунис являлся колонией франции и являлся зависимой территории от нее но в 56 году тунис все-таки отделился от франции и на текущий момент является самостоятельным государством президентской республикой и как я уже сказала ранее грамотно его называть именно тунисская республика еще одной интересной особенностью является то что в тунисе очень легко запомнить столицу она имеет точно такое же название как и сама страна столица туниса это тунис что касается меня то в прошлом году я была на материке непосредственно недалеко от самого туниса а в этот раз мы решили съездить на остров который находится достаточно недалеко от самого материка и называется остров джерба сейчас вы видите как раз таки на карте данный остров но наверное сразу вам бросилась глаза какая-то странная полосочка очень похоже на дорогу но как дорога может находиться в море это вообще никак не понятно и давайте мы немножечко приблизимся и посмотрим на гугл карты что же тут происходит но нет на самом деле вы реально не ошиблись это действительно дорога которая находится в море эта дорога имеет название римская дорога и по легендам строили ее еще римляне когда правили на данном острове и некоторые легенды гласят о том что когда строилась римская дорога сами строители прибегали к следующей хитрости они впереди себя пускали верблюдов которые с помощью инстинктов находили мелководье и проходили по нему но соответственно за ними шли сами строители и указывая данный путь с помощью верблюдов собственно ложили камни что касается другой версии то следующая легенда говорит о том что фундаментом для римской морской дороги послужили корабли которые римлянам пришлось затопить и засыпать камнями для того чтобы наладить соединение материка с острова именно вот такие две интересные легенды ходят какая из них действительно правда и правда ли вообще тут что-нибудь это конечно уже сложно сказать но тем не менее такая дорога в море на текущий момент есть существует она действует и собственно как раз таки именно по ней можно перебираться с материка на остров и обратно конечно существует и стандартный способ переправы это паромы ведь на паромах можно перевозить не только людей но еще и машины и даже автобусы однако же согласитесь что паром это наверное все таки уже как-то привычно а вот такая дорога посреди море это что-то действительно необычное и приравнивается к местным достопримечательностям и наверное сразу же у вас в голове после упоминания северной африки возник вопрос а если там пустыни и вообще соединяется ли как-то сахара с тунисом да на самом деле часть сахары находится на территории туниса и конечно же туда каждый год съезжается очень много людей чтобы испытать нести на себе действительно всю атмосферу всю жару которая есть пустыне ну и конечно же я тоже не была исключением однако начнем мы с вами немного издалека чтобы развеять некоторые мифы в головах у многих потому что очень много людей считает что пустыня это только пески и ничего другого на самом деле нет пустыни бывают разные и вот сейчас как раз таки вы видите те самые каменные или каменистые как их называют пустыни где по сути находятся одни камни и эти камни ну достаточно далеко распространяются и везде вот в округе вы видите только одни камни в перемешку с песком это тоже является частью пустыни и на самом деле там тоже очень жарко но конечно не так как в самих песках но остановившись недалеко около города дус который принято называть вратами пустыни потому что именно оттуда как правило начинаются все сафари на джипах все поездки на верблюдах именно в сердце самой пустыни именно с этого города и начинаются все маршруты мы уже подъезжая туда сразу почувствовали что атмосфера накаляется и реально становится очень очень жарко мы туда приехали где-то в районе 11 30 температура была примерно плюс 43 градуса но сами понимаете что плюс 43 это не под палящим солнцем если поставить термометр под солнце там было бы все 60 но это сто процентов и почему я заговорила о солнце все дело в том что в нашу программу нашей экскурсии входило через полчасика катания на верблюдах по пустыне конечно звучит это очень здорово ездить на верблюдах по сахаре смотреть на пески это все очень классно но есть одно но это все происходило в 12 часов дня у вас над головой ни одной тени ни одной тучки ни одного навеса и вам нужно ехать пустыню и наверное я думаю вы уже примерно представляете какими мы вернулись через минут 30-40 после езды по пустыне но несмотря ни на что это было реально очень запоминающийся потому что такого вы нигде не увидите никакие гугл-карты в фоточке или же те же самые видеоролики вам не заменят тех ощущений которые вы испытываете там а теперь плавно переходя к верблюдам я думаю что многие из вас слышали о том что верблюды плюются и что к ним лучше и близко не подходить на самом деле конечно это далеко не так не каждый верблюд захочет вас плюнуть если вы не будете к нему приставать и как-то его злить но тем не менее иногда верблюды кусаются моем же случае конечно никто не пострадал но тем не менее мой верблюд был действительно очень недоволен тем что его подняли заставили куда-то меня вести и вообще что я к нему подхожу и пытаюсь его погладить по мордочке конечно после всех этих приключений нам хотелось определенно передохнуть и нам реально очень повезло потому что 25 июля в тунисе отмечается день провозглашения республики естественно этот день является очень важным для данной страны и конечно же они его отмечают поэтому в этот день просто столы ломились от кушаний несмотря на то что это была не просто еда повара которые у нас были в отеле естественно постарались сделать это как можно более красивым образом и на самом деле вот просто не хотелось подходить и все это дело кушать потому что понимали что мы просто сейчас все это сломаем а реально хотелось ходить и смотреть на все что находится вокруг потому что это как раз таки тот случай когда еду можно приравнять к произведениям искусства сделанным своими руками потому что действительно посмотрите как это красиво начиная от тортов и пирожен заканчивая просто салатиками но как это все классно сделано и я вот на самом деле была такая не одна кто ходил и снимал потому что очень-очень многие действительно подходить для того чтобы не наложить себе покушать а чтобы именно запечатлеть всю эту красоту себе на память вот такие интересные были у меня каникулы я надеюсь что за это время вы успели соскучиться потому что впереди у нас очень много всего интересного август обещает быть очень насыщенным нас ждут массовки для тх8 для тх9 и конечно же для десятых и одиннадцатых тонн холлов нас сами ожидают много интересных обзоров а также конкурсы конечно же конкурсы куда же без них но и под конец немножечко котиков потому что котиков много не бывает но и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok